Погоня длиной в 30 километров от центра Риги до Огры. Полиция пыталась остановить опасного преступника. Ценой здоровья сотрудников это удалось. По нарушителю пришлось открыть стрельбу, которая серьезно напугала жителей Огры. Андрей Дмитриев с подробностями. На перекрестке улиц Маскова-Сатургенева водитель Ауди не остановился по требованию полиции и попытался скрыться. Стражи порядка начали преследовать нарушителя, но тот не собирался останавливаться. Примерно где-то без 10-15-7 вчера мы получили информацию о том, что неадекватный шофер передвигается по улице Красно с улицы Тургенева. Были задействованы два экипажа патрульно-постовой службы, которые пытались его остановить. Нарушитель на требование остановки отказался и в принципе сразу начал убегать от работников полиции. Во время этого преследования мы пытались сделать заслон из полицейских машин. Он нашим автомашиной тоже таранил. В ходе погони беглец протаранил также и автомобиль гражданских лиц. В частности, пострадали мама и ее дочка. Травмы, которые они получили, незначительные. К погоне за нарушителем тут же были привлечены дополнительные силы в виде экипажей муниципальной полиции. На улице Красно преступника, казалось, удалось задержать. На этом видео, которое предоставила полиция самоуправления, видно, что погоня для этого экипажа продолжалась через весь Кингаракс. Полицейский неоднократно призывал окружающие машины освободить дорогу. Но на перекрестке с улицы Круспилс ему пришлось выехать на обочину, где погоня для этого экипажа завершилась. Впрочем, госполиция продолжила преследование. Ее кульминация произошла лишь в Огре, то есть через более чем 30 километров от места начала погони. Там черный Ауди сбил полицейского на мотоцикле. Тот получил травмы различной степени тяжести. Тут же в Огре нарушителя удалось задержать, не без помощи оружия. В сторону водителя произвели как минимум 15 выстрелов. Два из них попали в цель. Это произошло в довольно оживленном месте неподалеку от городского пляжа. Еще сегодня на асфальте пятно крови и разбитые стекла. Раненого беглеца доставили в больницу Огре. Один огнестрельный ранение было в голове и две кости там были повреждены. И другое было в левом плечо. С помощью нейрохирурга была организована операция, которая шла два с половиной часа. И сейчас пациент в стабильном ситуации находится. В Огрской больнице оказали помощь и полицейскому, который во время задержания беглеца выбил стекло в автомобиле и получил осколочные ранения руки. Пострадавший в ходе погони полицейский выписан из больницы и в данный момент проходит лечение амбулаторно. А вот нарушитель сейчас находится в реанимации, где его круглосуточно охраняет полиция.